Советские дизельные моторы и русская зима. Как водители в СССР справлялись с морозами? Первые советские дизельные автомобили, такие как МАЗ-200 и АТЛ-5, оснащались двухтактными дизельными моторами. Несмотря на то, что двухтактные моторы по своим ТТХ были куда мощнее, чем большинство четырехтактных дизельных моторов того времени, они не отличались надежностью, да и тяги на низких оборотах им явно не хватало. Поэтому после появления в 1960-х годах четырехтактных дизельных моторов, производимых на Ярославском моторном заводе, дизельные моторы начали свое победоносное шествие по просторам СССР. Друзья, а вы знали, что у нас есть второй канал, посвященный автомобилям? Там выходят видео, которые не попали на основной канал, но они тоже достойны вашего внимания. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на наш канал. Ну а мы продолжаем. Но советские дизельные моторы, как и многие современные российские моторы, очень не любили минусовых температур. А работать тяжелым грузовикам приходилось часто именно на северах, в тайге, на разных стройках и так далее. Для начала в радиаторы дизельных грузовиков заливали антифриз, чтобы не возиться с каждодневным залитием и сливанием воды. Грузовики ночевали в отапливаемых боксах, если была возможность, но на севере ни о каких отапливаемых боксах не могло быть и речи. Так что приходилось мудрить что-то свое. Обычно начальники, работающие в тайге, устраивали для дизельных грузовиков отапливаемые балки. Устраивали балки по-разному, каждый в меру своей распущенности. Но обычно они перевозились типа как юрты у местных аборигенов. Именно в таких балках ночевала дизельная грузовая техника. Если начальник колонны был человеком опытным и заботился о своих людях и о выполнении планов. В городах часто в крупных автобусных или грузовых автопарках просто не было возможности спрятать всю грузовую технику в отапливаемые помещения. Так что по ночам дежурили специальные прогревальщики. В их задачу входил подогрев дизельных автомобилей. Такие же прогревальщики могли быть и в тайге. Но это у бестолковых начальников, не сильно заботящихся о своих рабочих. Кстати говоря, в армии в свое время тоже так прогревали ночами в морозы некоторые автомобили. Если уж некому было прогревать дизельный автомобиль ночью, то утром их приходилось запускать с помощью кипятка и паяльных ламп. Бак приходилось прогревать паяльными лампами, а двигатель проливать кипятком. Некоторые водители в Советском Союзе запускали дизельные грузовики в морозы при помощи ведра с углями. Обычное жестяное ведро, обычно старое и дырявое, заполнялось раскаленными углями из костра. Если ведро было целое, то в нем специально проделывались дыры. Первым делом ведро с углями вешали под поддон, чтобы масло разогрелось. Потом нужно было пролить мотор кипятком, заполнить рубашку охлаждения кипятком и запустить мотор. Ведро с углями вешалось под топливный бак. Когда солярка прогревалась, ведро с углями снималось, и можно было работать целый день, невзирая на морозы. Ибо горячая соляра постоянно попадала в бак по обратке. В любом случае, каждый начальник колонны старался достать на зимний сезон арктическое топливо, чтобы минимизировать трудозатраты при запуске дизельных моторов в морозы. Если у вас есть что сказать на эту тему, напишите об этом в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин